На еженедельном совещании обсудили и другие вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время. Речь шла в частности об оказании госуслуг по принципу одного окна и формировании реестра земельных участков под строительство. Чем меньше времени тратит человек на получение всевозможных справок, разрешений, документов, тем эффективнее работают органы власти. В Чувашии активно внедряется метод оказания услуг по принципу одного окна. В Чувашии должно быть создано 28 многофункциональных центров с общим количеством окон 245. А также есть возможность создания порядка 232 окон на базе именно привлекаемых организаций. Помимо многофункциональных центров, единые окна появятся в других организациях. К сотрудничеству Готовой Почты России и Сбербанк рассматривается вариант доступа госуслугам через модельные библиотеки в сельской местности. Правда, для этого необходимо обновить программное обеспечение, имеющееся в их распоряжении компьютеров. В среднем оборудование каждого рабочего места по принципу одного окна обходится в 900 тысяч рублей. Общий объем инвестиций – около 150 миллионов рублей. Минформполитики Чувашии отлаживает электронное межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти. Чаще всего возникает необходимость в сведениях Росреестра, ФНС, Роснадзора. По словам министра Валентина Андреевой, большая часть сервисов работы способна. Запросы проходят в обе стороны, но некоторые функции предстоит наладить в ближайшее время. В поручении от главы Чувашии к 1 июля 2014 года 90% населения Чувашии должны иметь доступ к государственным и муниципальным услугам через одно окно. Речь идет о том, где человек проживает, по месту пребывания. Он не должен ездить в районный центр, он не должен мучиться, значит, без даже участия чиновников через информационные технологии, пожалуйста, значит, обеспечили себе качественные услуги. Министр имущественных и земельных отношений Чувашии Светлана Янилина рассказала о ходе формирования земельных участков для реализации инвестиционных проектов, в том числе строительства жилья эконом-класса. В 2012 году в Минимущество Республики собственники подали извещение о намерении продать 707 земельных участков. Государственную собственность приобретено всего 5. По мнению Светланы Янилиной, отставание объясняется отсутствием у министерств и ведомств инвестиционных планов на долгосрочную перспективу. Зато у предприимчивых граждан, которые сначала скупают земельные участки в нужных местах, а потом продают муниципалитетам втридорога, есть и планы, и дар предвидения, заметил глава Чувашии. Между тем, наличие сформированных участков под строительство – залог инвестиционного успеха региона. Инвестор пришел с миллиардом рублей, у нас спрашивает, покажите мне земельный участок, где у вас он находится, где инженерные инфраструктуры, а у нас нет их, понимаете, Алексей Петрович. Говорили не очень много, разговоров очень много, поэтому у нас сотни земельных участков с наличием правоустанавливающих документов должно быть. Мы как государство должны эти земельные участки представлять, выставлять. Вот тогда инвестор к нам прибежит. Муниципальным образованием поставлена задача выделить средства на проведение работ по межеванию в 2013 году. На сегодняшний день указанные средства предусмотрены в бюджетах лишь 10 муниципалитетов. Михаил Игнатьев потребовал от глав исправить ситуацию и активнее включиться в работу. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.